МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем начнем, я скажу телезрителям, что есть у меня телефон рядом, присылайте свои ватсап-вопросы по поводу совершенствования бизнес-климата, по поводу развития человеческого капитала с точки зрения нас, палаты Атабикен. А усиление ответственности бизнеса, это мы тоже сегодня обсудим. Я вот предлагаю с этого начать, Гульнара, если можно. Вот для меня просто это довольно интересно. Если раньше речь шла в основном о защите бизнеса, то есть мы говорили о том, что много жалоб от предпринимателей, они обращаются к вам, да? Ваш департамент разбирается с этим. То сейчас, получается, вы хотите немножко изменить систему работы с предпринимателями и усилить ответственность бизнеса. О чем речь идет? Ну, дело в том, что у нас, как вы знаете, за последние несколько лет НПП совместно с Министерством национальной экономики, с заинтересованными госорганами ведется планомерная работа по устранению ладом барьеров, по снижению издержек для бизнеса, по сокращению контроля. Недавно, когда сам принят закон. Да, вот 24 мая принят закон. И, конечно же, на фоне ослабления государственного воздействия существуют риски, что увеличатся нарушения и будет выпуск некачественной продукции. Поэтому все это должно компенсироваться, на взгляд, альтернативными инструментами. Вы сейчас говорите о системе добровольного страхования, или как это правильно называется? Нет, вот я сейчас назову, да. Давайте. Мы предлагаем четыре меры, направленные на усиление ответственности бизнеса. И это все актуально в свете последних событий, трагических, связанных с пожарами, с возгораниями автобусов. Отравление мороженого у нас было, например, я помню. И хотелось бы отметить, что НПП не раз заявляла в своих площадках, что мы защищаем добросовестный бизнес. Недобросовестный должен нести соответствующую ответственность. Усмотренный законодательством. И вот если останавливаться на этих мерах, то хотелось бы первое, это озвучить по мере усиления системы прав защиты потребителей. То есть существует общество по защите прав потребителей в Казахстане. Их зарегистрировано порядка 172, а функционирует всего 55, то есть менее третий. Каким образом НПП может здесь вмешаться изменять ситуацию? Зачем? Вы же вроде как бы здесь бизнес должны каким-то образом привлекать, то есть обращаться к каждому предпринимателю. Чтобы был баланс интересов между бизнесом и потребителем, и государством, нужен серьезный оппонент потребителей. Вот с этой стороны, да, Арман? Да, мы просто недавно проводили совещание как раз-таки общества по защите прав потребителей, и там действительно картина такая, скажем так, проявилась, что они немножко разрознены все. Разрознены, слабо организованы, и у них, конечно, не хватает финансирования. И вот как раз комитет по, как у нас было? Комитет МЗК, да. Комитет МЗК, да, уже они приходили на совещание, тоже озвучили проблемы, которые есть в этой сфере. Поэтому мы предлагаем как бы бизнес как бы со своей стороны должен наладить взаимосвязь с потребителем, то есть потребитель, обратная связь, скажем так. То есть потребитель говорит, что если товар плохой, услуги плохие, чтобы они могли себя защищать. Соответственно, должна быть единая какая-то организация, скажем так, зонтик общий, чтобы эта организация как бы во всех регионах страны, то есть имела... Работа главная единая большая мощность. Да, она могла централизованно представлять интересы всех потребителей и доводить до сведения правительства, до сведений центральных органов, скажем так. Поэтому такая идея у нас и появилась, чтобы был оппонент, то есть человек. Возможно, необходимо разработать какой-то комплексный план по развитию данной отрасли. Вот с проработкой вопросов финансирования, потому что это самая главная проблема. И этот вопрос бы решил и организационно-техническую базу, и материальную базу, позволил бы открыть лаборатории и повысить компетенцию, квалификацию специалистов. Это только одно из направлений, да, по поводу усиления ответственности бизнеса, которое вы предлагаете. Давайте еще, какие моменты здесь есть, на что надо делать ставку, на ваш взгляд, чтобы у нас общество понимало, что у нас плат не только занимается продвижением интересов и защитой предпринимателя. Общеизвестно, что качество продукции улучшается через конкуренцию. И положительная деловая репутация – это доброе имя предпринимателя. И вот как отличить добросовестного предпринимателя от недобросовестного? В этом вопросе мы предлагаем создать национальную систему рейтингов. То есть это независимая оценка и ранжирование предпринимателей. И всем известны вот «Красный гид Мишлеен», «Звездная система гостиниц». То есть во всем мире рейтинговые системы, они являются неформальным, но таким влиятельным инструментом саморегулирования предпринимательской среды. И вот именно внедрение рейтинговой системы позволит своевременно реагировать на запросы потребителей и бизнес-сообщества и будет способствовать повышению конкурентности. Вот вопрос по WhatsApp поступил, с Вашего позволения. Необходимо выработать такие механизмы, когда бизнесу станет невыгодно выпускать некачественный товар. Вот о чем говорят. Все эти меры, и дальше, которые мы озвучим, они как раз таки направлены на то, что им будет невыгодно выпускать некачественный товар. Насколько сокращено надзорное давление на бизнес? Это, наверное, вам, Арман, уже вопрос. Давайте об этом поговорим. Эти вопросы, по-моему, уже ранее озвучивались. В принципе, где-то на 50% сокращаются и проверки, и требования к предпринимателям. В целом, как бы, уменьшается и количество сфер контроля и надзора. И порядка... Если у нас на данный момент было 30 тысяч, порядка 30 тысяч требований к предпринимателям, то, получается, будет снижение где-то на 60%. Ну, 50% получает требования. И сами сроки проведения проверок тоже будут сокращаться почти на два раза. Если раньше было 30 дней, то уже в течение 15 дней должны проверить и завершить проверку, да. Защита бизнеса сегодня. Что можно здесь сказать? Насколько современно, своевременно выстроена система? И как она работает? В целом, система защиты бизнеса у нас работает с 13-го года. Создание национальной палаты. У нас есть департамент, который занимается этими вопросами. Есть в каждой региональной палате. Есть отдельные структуры, отделы по защите права предпринимательства. С начала создания палаты, как раз, созданы были еще советы по защите права предпринимателей. То есть, это организация, скажем так, мнение, которое в себя включает и представители госсоргана, депутатов, представители бизнеса, общественности, да, да. То есть, на эти советы выносят системные проблемы, которые нужно будет решать уже через нормативные постановления, документы и так далее. И в 2016 году еще дополнительно был введен институт бизнес-амбудсменов, вы об этом прекрасно знаете. То есть, это уже, получается, сильно усилило эту нашу систему. Бизнес-амбудсмен. Есть аппарат бизнес-амбудсмена, куда входят и часть национальной палаты департамента, два департамента. И в регионах тоже представлены они. В Можелесе, когда обсуждение было, вот сейчас пять лет будет национальной палате, интересное мнение прозвучало, что от Кулебаева, от председателя президиума, что уже госорганы, собственно, лицом повернулись к бизнесу. На каких примерах это можно понять? Скажем так, если раньше сложно было достучаться до госорганов, то сейчас уже постепенно мы налаживаем с ними работу. С 2016 года, вы все знаете, мы проводили уже большой форум с Генеральной прокуратурой. То есть уже есть определенные, скажем так, А вот результаты этих мероприятий какие? Вы знаете, что это система правоохранительных органов, и за счет этой работы, совместных принятых мер, пять раз сократилось давление на предпринимателей. В пять раз? В пять раз именно. Уголовное давление. Проведена гуманизация законодательства уголовного. Декриминализировано, вы знаете, лжепредпринимательство. Есть включены нормы о том, что если предприниматель впервые совершил правонарушение и добровольно возместил ущерб, то он освобождается от уголовной ответственности. То есть такие нормы были приняты. Такая же работа проводится и с агентством по делам госслужбы. Тоже было проведено два форума, вы знаете. Проведен был анализ в 16 сферах, именно анализ коррупционных рисков. И буквально недавно в декабре прошлого года впервые был проведен форум с Верховным судом. В общем, в этом году мы планируем провести анализ судебных решений, то есть как вообще налажена практика в этом вопросе. Такие мероприятия проводим мы сейчас. Соответственно, конечно, у нас связь есть с Миниусом, то есть это законотворческая работа эминистративной экономики, тоже в сфере защиты предпринимателей. В принципе, можно так сказать. У меня есть статистика по поводу совершенствования бизнес-климата. Я смотрю, за эти пять лет, например, у нас все-таки количество жалоб неуклонно снижается. Это о чем говорит? О том, что у нас проблем становится меньше или наоборот предприниматели обращаются в другие структуры, но не в Наспалату? Ежегодно у нас примерно около 5000 обращений поступают в Наспалату. Если в начале, получается, в 2014 году около 4000 поступило, потом 5000, потом еще больше. Самый пик, наверное, пришелся на 2016 год, когда 7200 обращений поступило. А потом уже пошло опять снижение. Об этом что, скажем так, о чем это свидетельствует? То есть в течение трех лет работа была поставлена, то есть многие системные проблемы, они уже решались по ходу. И получается уже, по последним данным, у нас больше всего уже поступают обращения, споры между предпринимателями. То есть порядка 20%. А раньше это были земля, налоги. Ну вот сейчас, смотрите, наибольшее число обращений за первый квартал 2018 года, это 15% всех обращений, это земля. Это на текущий момент. А если по итогам года брать, то порядка 20% это именно споры между предпринимателями. Ну, в течение, я думаю, года эта статистика опять выправится, потому что, ну, как обычно, у нас больше всего жалобы, ну, это ежегодно, скажем так, это земля, налоги, закупки. Условно говоря, это стабильный. Ну, когда у них, когда их станет меньше? Мы же принимаем законы. Недавно был большой предприниматель, кодекс подписан, налоговый кодекс. Они в законодательстве, да, вот они пришли, ну, скажем так, в начале года же новый налоговый кодекс был принят. Я думаю, ну, по крайней мере, мы ожидаем, что снизится обращение. Так, если можно, Гульнара, давайте еще поговорим по поводу ответственности бизнеса. Что можно здесь сказать еще? Продолжу. По системе рейтингов, вот что она для предпринимателей, какую систему, да, мы хотим предложить в дальнейшем систему рейтингов увязать систему управления рисками в сфере проверок. То есть, если ты в рейтинге занимаешь лидирующие позиции, то увеличить периодичность проверок, ну, то есть реже проверять, да, либо вообще освободить. А проверки это сейчас большая проблема вообще? Или спадает уже напряженность? Она спадает, да. Тем более, недавно принято законно, поэтому количество проверок, наверное, в разы сократится просто. Вот еще одна из мер, это развитие системы страхования. То есть, мы предлагаем внедрение вмененного страхования. Это положительный опыт современной международной практики. По сути, это обязательный вид страхования. Минимальные требования установлены законом, а остальные, получается, определяются соглашением сторон. И внедрение этого страхования, именно вмененного, особенно актуально в тех сферах, где массовое скопление людей. То есть, страхование, допустим, для производителей пищевой, не пищевой продукции, продуктов питания, владельцев. Как это будет работать? Что это такое вообще? Предполагается хотя бы как? Ну, то есть, получается, допустим, в торговых центрах и владелец торгового центра, и арендаторы будут страховать ответственность. Сейчас работа ведется в МПП по определению, и какие сферы будут страховаться, и объекты. Ну, то есть, например, такие как общественное питание, дошкольные учреждения, школьные учреждения, лифтовые хозяйства. Будут определяться риски, то есть, что страховать. Либо это имущественные, либо это вред здоровью. Будут проводиться актуарные расчеты, разработка типового договора. То есть, и вот эти вопросы вмененного страхования сейчас как раз в дорожной карте с МВД сидят по устранению пожарной безопасности, ну, вернее, по обеспечению пожарной безопасности. Вот, еще, да. Лежащий аналог, наверное, можно привести так, наверное, да, автовладельцы ежегодно же страхуют свою ответственность. Особенно говоря, там, чем меньше стаж, тем больше он хватит страховых взносов. А чем больше стаж, то есть, получается, человек уже, когда опытный, он меньше совершает аварии и так далее, у него взнос получается гораздо меньше. Ну, примерно такой же, наверное, схема можно описать. Вопросы, которые поступают на WhatsApp, они довольно интересные. Ну, во-первых, тут есть, наверное, проблемы, которые мы обсуждаем. У меня проблема посуду с землей, кто может помочь? Вот такой вопрос. Еще, как вы оцениваете предпринимательский кодекс, в котором впервые были собраны воедино все правовые нормы, регулирующие бизнес-деятельность? Ну, единый закон, это, конечно, лучше, чем искать. В законах там разные нормы, поэтому это большое достижение вообще, принятие предпринимательского кодекса. Насчет того, что идет суд по земельным отношениям, ну, конечно, любой государственный может мешаться в деятельность суда, но если есть, скажем так, вопросы правового характера, то есть проконсультировать, помочь, там, разъяснить, где что, как действовать, то, в принципе, можно, конечно, обращаться. И у нас с палатой, и региональной палатой. У нас в каждой области есть региональная палата предпринимателей, поэтому можно, конечно... Каким образом происходит, вот у вас департамент, вы административные барьеры, да, Гульнар, тоже отслеживаете. Что сейчас, потому что я смотрю, вот по тем данным, которые есть, транспорт, логистика, связь, сфера считаются наиболее проблемными для отечественного бизнеса. Да, у нас ведется реестр системных проблем в департаменте, и совместно с госорганами, со структурными подразделениями НППП. Будьте здоровы, да. Эти проблемы решаются, на площадках госорганов НПП люди собираются, и всего у нас 594 проблемы сейчас, и из них, получается, 394, это 67% уже решены, и осталось 190. В основном это проблемы в транспорте, в логистике, в строительстве, архитектуре, в закупках, медицинская, фармастическая промышленность, техническое и профессиональное образование, разочетительные процедуры, таможенное регулирование. То есть наибольшее число, это вот первый транспорт, строительство, закупки. Какие-то есть такие нюансы, которые касаются, которые можно сейчас озвучить, над чем работа сфокусирована, чтобы нашим телезрителям дать возможность понять о том, как она идет? Примеры. Ну, сходу, наверное, сложно назвать примерами. В целом работа проводится. Потому что, да, проблем много, и недавно на площадке... 594, а 584? Да, 584 проблемы. Все эти проблемы у нас на сайте выложены, на сайте АТОМИК. В НКЗ любой человек может зайти, посмотреть. Если у него такая же схожая проблема, то, в принципе, это означает, что через некоторое время эта проблема решается, решится, и у него эта проблема тоже упадет, ну, скажем, потеряет в раку. Потому что они системные, да, отключаются только системные проблемы. Многие вопросы связаны именно с законодательством. Где-то нужно поменять правила, где-то нужно поменять законы. Так, насколько сокращено надзорное давление на бизнес? Вопрос по WhatsApp. И сегодня государственные органы развернуты, помогать бизнесу в целом или нет? Вот такие вопросы задают нам. Ну, насчет надзора сокращения, мы уже, наверное, говорили, да? 20 сфер контролей сокращается из 114. И контроль надзорных функций, у нас сейчас 544, из них уходит 108. Почему они так медленно уходят? Почему у нас превалирует вот это вот сознание, что бизнесмен – это тире нарушитель? Вообще эта работа началась в прошлом году, насколько вам известно. Вот контроль надзорных функций, это вопрос подняли Красноярсная палата, а до этого времени, получается, у нас каждый госорган как бы пытался свои интересы защищать. Чем больше госфункций, соответственно, тем больше полномочий. То есть не хотят чиновники отдавать, да, свои полномочия? Мало были заинтересованы в этом. Вот когда этот вопрос поднялся, начали анализировать, там выявилось столько-то, очень много таких контрольных функций. И вот по итогам этого анализа посмотрели, некоторые функции дублируют, некоторые вообще как бы не относятся особо. Некоторые требования, вот те же санитарные нормы, их очень много, честно говоря, никто не считал, наверное, даже ИСУК. Порядка 17-20 тысяч, по-моему, требований было в этот момент. Некоторые, скажем так, уже актуальны, потому что не актуальны, точнее, они потому что с советские времена еще шли. А сейчас уже новые требования, новые законодательства, поэтому все это актуализируется, все это приводится. Еще вопрос от телезрителей. Здравствуйте, куда обращаться для содействия при экспорте в дальние зарубежья? У нас палата, наверное, или ВТП, да, у нас есть же в составе. Есть еще торговая палата, да, есть, она тоже здесь в Астане расположена. Адрес есть на сайте Национальной палаты. Непосредственно можно Национальной палатой написать, обращение. У нас время прямого эфира подходит к концу. Я напомню, что вы можете присылать свои вопросы. Ну и последний, вот он под занавес, что называется. В каких направлениях сейчас вы работаете? И самый главный закон уже принят. Это, наверное, предпринимательский кодекс. То есть давайте дадим понять нашим телезрителям сейчас, что будет сделано в ближайшее время тоже, как будет работа ваша справиться. Ну вот, допустим, в рамках усиления ответственности бизнеса, вот что сейчас именно проводится. У нас сейчас разработаны три дорожные карты по лифтовому хозяйству, по пожарной безопасности и по пассажирским перевозкам. То есть с Акематом города Астаны у нас разработано по лифтовому хозяйству. Там планируется внедрение добровольного СРО. Будут освидетельствованные лифты. И сделаны предложения по их модернизации, либо замене, актуализированный реестр существующих на рынке субъектов. Это вот с падением лифтов. То есть это отойдет все-таки к саморегулированию будет, да? Да, вот сейчас пилотный проект идет по Астане. Вот теперь по недопущениям пожаров у нас с МВД... То есть это бизнес сам будет регулировать эту сферу, да? Да, будут разработаны повышенные стандарты. Естественно, сам будет имущественная солидарная ответственность за то, что сделал плохо один, будут отвечать все вместе. Теперь в целях недопущения пожаров с МВД тоже разработана дорожная карта на 2018 год. 14 мероприятий содержат. И с НПП, с МИРом и госорганами разработана дорожная карта по развитию автобусных перевозок. То есть и вот сейчас они на согласовании и предусматривают меры определенные, чтобы все это обеспечить безопасность в этих сферах. Спасибо большое. У нас время вышло. Я вас благодарю за это интервью. Напомню, мы сегодня обсуждали кратко итоги деятельности палаты за 5 лет. Понятно, что их очень много. Огромная работа проводится. И результат это, конечно, недавно принятие предпринимательского кодекса, который значительно должен облегчить жизнь нашим бизнесменам. Спасибо вам за внимание. Наша программа на сайте ABC.KZ. До свидания.